всем привет хотелось бы на я сразу ответить на вопрос почему видео называется неделя разочарований все очень просто все посылки которые я получил за эту неделю хоть и было их принципе немного но все они были бракованные некоторые конечно рабочие но пользуются ими уже по назначению довольно трудно или просто неприятно первая пожалуй вещь это вот такой как корпус для powerbank комплекте я не идет батарея поэтому он довольно дешевая дешевая кажется что с ним не так все очень просто первое очень криво косо вставлен экранчик видно здесь вот такая черная полоса идет когда включу это будет более заметно во вторых кнопка где блин кнопка то есть приходится мне сейчас вот так вот зубочисткой нажимать на кнопочку внутри чтобы это чудо хоть как-то заработало ну давайте попробуем ставить туда аккумулятор в этом плане принципе она работает берем аккумулятор вставляем зажигается экранчик аккумулятор у меня немножко подсевшая почему я брал именно такой корпус есть корпуса просто таки вот сплошные до от 51 с 6 в принципе она ставил заряженным ну ладно так где я свою зубочистку потерял так вот собственно еще раз покажу экранчик если попаду по кнопке в принципе я по кнопке попадаю да но он не загорается аккумулятор на месте лечится это тем что вынимается аккумулятор ставится аккумулятор назад вот именно по этой причине у меня нет желания закрывать заднюю крышку потому что знаю что я ее потом попросту не открою и так как видно экран у нас вставлен косо ну насчет определения процентов я не знаю вот ведь он опять не включается поразит ты мелки ну да ладно попробуем ставить туда юсб тестер так вот принципе зажигается ладно на выходе у нас почти 5 вольт так в комплекте у нас еще вот такой вот проводочек и давайте сразу подключу может быть телефон просто показать что он заряжается с этим кого проблем нет единственный ток заряда да сказал олег проблем нет в принципе реакции на кнопку нет вообще никакущий теперь у него по моему даже на аккумулятор уже реакции нет так да как я говорил ток зарядки не превышает пол ампера хоть у меня сейчас телефон если видно восемнадцать процентов заряда должен идти хотя бы 07 ампер там да нет пол ампера все предел но это ладно эта фигня брал я его для другого мне нужен был именно дисплейчик для определения процента заряда батареи так этот аккумулятор видимо заряжен давайте попробуем ставить второй этот по сути должен быть пусть и 56 процентов который он показал начале так ну первое показание у него вообще от балды по моему 36 процентов но в принципе в принципе может быть говорить не буду ну вот такая вот странная непонятная штука которая вроде как работает но кнопка отсутствует напрочь и включается он как-то через раз если сейчас подключу может быть пойдет зарядка как она всегда бывает вот зарядка вроде пошла но это бывает не каждый раз поэтому крышку закрывать мы не будем итак вторая посылка которую хотелось бы сегодня поговорить довольно интересная была задумка конечно вот такая вот платформочка с четырьмя солнечными панельками которая должна вращаться на свету чем проблема проблема в том что сверху нее идет еще платформа которая как я уже заметил не у всех приходят в целом состоянии как бы если вдруг вообще предназначению к конте ювелирка в магазинах можно ставить которая красиво вращается но понимаете если магазин допустим заказывает такие штуки они приходят в таком виде вы кстати еще коробку не видели к сожалению я выбросил из такой коробки я еще удивлен как вот эта штука целая пришла да ну а делались как бы это платформой деньги я за это вернул поскольку красота принципе вся потеряна можно конечно склеить там покрыть какой-то пленкой непрозрачной ну ладно давайте посмотрим работает ли это вообще платформа в целом сейчас свет у меня как бы недостаточно хотя в принципе видно что она немножко прокручивается давайте немножко и подсветим и она уже заметно начинает быстрее крутиться и и не знаю слышно или нет издает такой как звук моторчика небольшой представляю если магазине таких штук много магазине светло и везде такое жужжание мотора даже не знаю насколько уютно было бы находиться в таком магазине ювелирки поэтому этот момент у них тоже явно не продуман но если вот так вот брать эту штуку там снимать видео как какие-то фигурки ставят на нее наверх сейчас как раз попробуем очень поставить жужжание принципе можно вырезать там музыку наложить и так далее как я уже говорил сверху на этот огрызок платформы можно в принципе поставить какой-то твердый предмет допустим я сейчас поставил обычную коробку от сиди диска и уже сверху вы можете ставить предмет которую хотите показать там знаю на выставку конечно покажите на видео в принципе довольно интересно получается вот я допустим обычно поставил обычную флешечку на 8 гигабайт естественно не китайскую от фирмы мне досталось с презентации какой-то но в принципе в принципе использовать эту платформу можно ну и в принципе третья посылка она как такова бракованной отчасти не пришла но тоже заслуживает внимание сегодняшнем выпуске это светодиодная елка которую мы паяли в прошлом выпуске вот такая кажется штука вроде как все работает да все замечательно но объясните мне пожалуйста кто здесь дыр делает дырки вот кто потому что батарейки входят туго да это пружинка видела настолько суровая что она вытолкнула вот эту штуку принципе елочка она еще работает но это ненадолго по моему как бы вот такая вот странная платформа который уже почти пришла в негодность когда я поел эту елочку я не заметил еще одного момента так делал вот этот светодиодик вообще не загорается то есть как минимум один браковый светодиод у нас зеленая бракованная и и остальные светодиоды загораются как-то очень очень тускло поэтому есть шанс что я где-то напутал с резисторами но тут если честно надо уже разбираться пытаться в схеме потому что инструкции в комплекте не было поэтому спаяли как оно казалось правильным я там посмотрел пару видео которое с людьми которые тоже паяли эту елочку ну они вставляли их также в принципе вот я не посмотрел как у них горят эти светодиодики или нет что я сейчас не могу уже найти видео то есть этого человека в принципе то не загораются да но очень слабенько то есть вся нагрузка идет на красное и желтое ну вот в принципе такая елка кушает она в принципе мало что было хорошо но у нее вид уже за неделю можно сказать в принципе то она просто стояла как вот тыкаешь ну не совсем так но тыкаешь кнопочку она выключается ну да я впаял кнопку наоборот это уже ко мне претензии к производителям но все равно как бы должна 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 работать ну что поделать ну вот сегодня у нас получилось вот такое вот видео с маленькой капелькой негатива китайцам потому что они не все делают качественно или даже приемлемо не все упаковывают хорошо а что-то даже через неделю начинают уже разваливаться как вот это вот интересная елочка как видите здесь проезжает эта трещина которой мне мозолит глаза ладно хотелось бы еще записать маленькое обращение к подписчикам в отдельное видео уносить не буду поэтому скажу прямо тут у меня сейчас завал на работе поэтому не знаю когда выйдет следующее видео надеюсь скоро может быть что-то интересное придет из китая еще поэтому я день вечерком все это запишу сейчас у меня только один выходной на этой неделе и я сейчас как и обещал видео с весами ставлю небольшие маленькие химические эксперименты экспериментирую какой способ лучше данном случае о получении некоторых химических веществ вот это принципе первое второе пригодится садоводом поскольку у меня направление 3 на канале сейчас основных это растение электроника химия да это железный купорос получены собственными руками это медный купорос тоже получены собственными руками зачем их получать сейчас блин осень магазинах специализированных для садовых их нет ни сезон поэтому приходится вот так вот не извращаться чтобы их как-то получить ну собственно правление химия и третий способ как я все это буду получать это электроника не просто там чуть накидал на мешал а здесь нам пригодятся электрические какие-то может приборчики устройства и так далее ну и так на этом моменте пожалуй закончим наше видео всем спасибо кому понравилось помните ставим пальцы вверх кому очень нравится вообще все что делаю можете подписаться я как бы буду только рад будет какой-то стимул что-то делать ну а так всем спасибо всем пока